Среда, вечер 20.30. А что это значит? Это значит, что в эфире ЛТВ третий выпуск предпраздничного телемарафона, посвященного юбилею семи лиственниц. Отрадно отметить, что предыдущие два эфира раскрасили яркими красками настроение лабытнанцев. Такой смелый вывод мы делаем, ориентируясь на вашу высокую активность. Это бесспорно радует. Продолжаем в том же духе. Давайте сегодня вместе удобно устроимся на радуге эмоций и раскрасим наш эфир яркими красками добрых улыбок. А рисовать-то уж лабытнанцы умеют, особенно маленькие. Я, Андрей Симоненко, с нетерпением жду в нашей гостиной встречи с юными художниками, участниками конкурса детского рисунка «Лабытнанги в красках». Пока же передаю слово оператору колл-центра Елене Волковой. Спасибо, Андрей. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, сегодня мы не только узнаем имена победителя конкурса рисунка «Лабытнанги в красках», но также мы узнаем третьего победителя народного голосования «Семь чудес ими лиственниц». По итогам выборов прошедших двух эфиров в списке чудес свои позиции заняли «Ягода морожка» и легендарная «Коми-деревня». Напоминаю, что на протяжении всей недели в каждом прямом эфире из двух предложенных кандидатов, ранее обозначенных вами уже на форуме сайта ЛТВ. Выбираем одного. Запускаем голосование третьего дня. Обской причал или железнодорожный вокзал. Что же должно войти в список «Семь чудес ими лиственниц»? Ваши голоса принимаем по телефону 2 15 54 и на форуме сайта ЛТВ. Итак, вокзал или причал? Приплываем или прибываем к Татьяне Поповой за приветственным словом. Ах, друзья, пароходы хорошо, паровозы хорошо, а викторийный вертолет лучше. По крайней мере, до 15 сентября это точно. Вечер добрый. 15 сентября мы узнаем имя человека, который будет совсем уже скоро смотреть любимое родное ЛТВ вот на этом большом экране. То есть в ближайшее воскресенье узнаем обладателя суперприза, любезно предоставленного нам Лабутнанским торговым домом. Первые претенденты на плазменную панель уже есть. Это те, кто правильно ответил на вопросы одного из секторов нашей телевикторины. Имена победителей, которые автоматически становятся претендентами, и после каждого эфира мы фиксируем на форуме сайта ЛТВ в теме «Выбираем семь чудес, семи лиственниц». Да, сэляви, такова жизнь. Мы выбираем, нас выбирают, да еще и призы за это вручают. При условии, если вы телезрители ЛТВ. Выбирайте чудеса, делитесь поздравлениями и участвуйте в телевикторине. Поплыли, поехали! Все от мала до велика стараются внести свою лепту в создание праздничного настроения. Юных лабытнанцев ЛТВ пригласило принять участие в конкурсе рисунков. В начале лета мы предложили взяться за кисточки. Мальчишки и девчонки, а также их родители, призыв подхватили. Без малого 60 работ пришло на конкурс «Лабытнанги в красках». Сложно выбрать лучшую работу, очень сложно. Поэтому принцип отбора финальной семерки у нас же все по семь. Семь чудес, семь секторов в викторине, семь эфиров. Так вот, принцип отбора семерки финалистов был таков. Все работы ребят были размещены на нашем сайте. Рисунки, набравшие более семи голосов, и вошли в семерку победителей. Сейчас мы выведем на экран имена победителей. Все внимание на экран. Наибольшее количество оценок получили работы Даниила Бабыря. Его родная река Обь и наша природа набрали 18 и 16 оценок соответственно. На втором месте Анна Мельникова с двумя одноименными рисунками с днем рождения «Лабытнанги». 17 и 16 оценок поставили посетители сайта «За творчество девочки». Замыкает тройку лидеров работа «Лабытнанги-145» автора Валерия Янчогла. Ниже строчкой – Анна Видова с 11 оценками и с рисунком у истоков города. Далее с твердой десяткой «В дальний путь». Именно так называется творение Елизаветы Холяндры. Следующие строчки призеров конкурса занимает Анна Мюлленберг. Три ее рисунка набрали по 7 и 8 оценок. Также в великолепную семерку вошла Татьяна Мячина со своими ямальскими просторами. Двухлетний Влад Кузнецов, собравший в свой адрес много теплых слов, стал обладателем приза зрительских симпатий. Вы заметили, что в семерке победителей 8 имен? Это аж не ошибка. Нет, наша семерка – это 7 плюс 1. Мы просто не могли оставить без поощрительного приза самого маленького участника конкурса «Лабытнанги в красках». Это Влад Кузнецов. Сегодня он со своей мамой Аминой у нас в студии. Здравствуйте. Поздоровались, пожалуйста, с телезрителями. Здравствуйте. Влад самый маленький участник. Собрал на форуме симпатии большого количества пользователей. И мы не смогли до не отметить. Вот вам приз мы выручаем от магазина «Фея». Скажите, как становятся участниками конкурса? Берут краски, рисуют и побеждают. А что этому предшествует? Давайте все-таки поучаствуем. Инициатором была у нас дочь старшая. Она со своей командой «Фортуной» рисовала 145 «Лабытнанги» и нас поддвигнула к этому. А вы откуда узнали о конкурсе? Мы узнали с площади Нака, где мы гуляем каждый день. Замечательно. Там на большом экране, да? Сейчас, может быть, телезрители не все представляют ваш рисунок. Расскажите немного на словах, как он выглядел, в какой технике он был нарисован. Он был нарисован 145 «Лабытнанги» и ладошками выложены рисунок с ладошками. То есть рисовали вы ладошками? Ладошками, да. Влад, покажи ладошку. Какой рисовал ладошкой рисунок? Этой или этой? Обоями. Обоями рисовал? Краска осталась потом только на ладошках и на картине? Нет, на столе и на полу, и на стуле, везде. Понравилось рисовать? Да, очень любит. Какие цвета предпочитает? Красные, желтые, зеленые. Такие все яркие. Вы давно в городе Лабытнанге живете? Мы, да. Я с 89-го года. С 89-го года. Очень много лет. Сегодня телезрители выбирают третье чудо-семилиственниц. Выбор между железнодорожным вокзалом и обским причалом. Как вы думаете, за что проголосуют лабытнанцы? Я не знаю, за что, но мы за железнодорожный вокзал. За очень красивый. Замечательно. Мы надеемся, что ваш выбор будет верным. И так же проголосуют все остальные. А вот скажите, это не первый же ваш конкурс, в котором вы участвуете? Нет, с маленьким ребенком это первый конкурс, где мы участвуем. А вообще, опыт у вас уже есть других каких-то? Да. Со старшей дочерью мы тоже выступаем. Где, когда, расскажите? В художественной школе мы выступали, занимали места. Ничего страшного. Лишь бы стол выдержал, а остальное все. Детям можно все. Тем более за такой красивый рисунок, который отметили телезрители. Скажите, он самостоятельный у вас, да? Да, вот пошел в садик, три дня отходил. Пошел в садик и пошел на стол. Это в садике учат? В каком садике учат сидеть на столе? Наверное, в ягодке. Только бы он не упал. Скажите, а кроме рисования, что еще интересно начинающему художнику? И собирать лего. Собирать лего? Да. И пазлы собирать. Это твои игрушки? Да. Ну, хорошо. Наверное, ребенок уже устал от нашего прямого эфира, да? Поэтому мы, конечно же, желаем вам участвовать еще в других наших конкурсах, побеждать. И, конечно же... Хотя, слушайте, наверное, мы все-таки оставим до конца эфира, Влада, да? Спасибо. Ну что ж, спасибо вам большое, что приняли участие в нашем прямом эфире. А я передаю слово. Кому я передаю слово? Я передаю слово Елене Волковой. Да, дорогие друзья, телефон колл-центра просто не умолкает. На форум приходят и сообщения, и комментарии, и это радует. Итак, за что голосуют сегодня телезрители, мы сейчас узнаем. Но прежде мне хочется поблагодарить активных и наших постоянных телезрителей. Потому как некоторые имена и фамилии мне уже знакомы, поэтому лично хочу передать привет Николаю Лазовскому, Татьяне Чердынцевой и Татьяне Лесковой. Ну и, конечно, активным форумчанам. Ну и раз уж мы заговорили о форуме, то позволю себе зачитать несколько комментариев в пользу наших сегодняшних кандидатов рейтинга «7 чудес семилиственниц». Ну а выбираем мы сегодня, я напомню, между железнодорожным вокзалом и Аптским причалом. Итак, я зачитываю. Пользователь под ником «Мама» пишет. Опять сложный выбор. И железная дорога, и водный транспорт жизненно важны для города. Выбирать, если только как объект. Тогда, конечно, наш вокзал. Как сооружение – это действительно чудо, достойное украшение города. А пользователь под ником «Я» пишет. Конечно, вокзал. Вы же говорили, что он уникальный, то есть такого больше нет. А вот причалы наверняка есть и гораздо круче. Вот такое мнение есть у нас на форуме. И еще один комментарий. «Вы совершенно правы, вокзал у нас крут. Хотя и Апской причал можно рассматривать как место, откуда пошло развитие города. Помните, что там творилось еще десятилетия два назад? Ну просто кипела работа. Работали краны, кораблики. Только успевали приходить и уходить». Ну вот, судя по этим комментариям и судя по звонкам, все-таки немного в лидерах у нас сейчас вокзал. Но может быть еще вполне, что причал догонит свое. Это мы узнаем немножко позже. Сейчас мне режиссер подсказывает, что у нас вновь есть звонок, и я говорю алло нашему телезрителю. Здравствуйте. Кого мы сегодня рады приветствовать? Альбина Владимировна. Альбина Владимировна, тоже из числа наших постоянных телезрителей. Альбина Владимировна, с каким настроением подходите к главному событию, к юбилею? В самом хорошем. В самом хорошем. Да, в самом хорошем, в самый любимый город. Наши прямые эфиры смотрите? Обязательно. Так, а насколько уверен в своих силах, потому как, наверное, слышите вопросы, которые задает Татьяна, слышите, что это история нашего города. Вот вы сильны в знаниях этих? Попробовать-то можно? Попробовать можно. Ну, я думаю, сегодня у вас еще представится возможность сыграть Татьяну Викторину. А сейчас хотелось бы сказать, вот какое место в нашем городе вам особо дорого? Может быть, связано с какими-то событиями? Может быть, просто вы любите это место за что-то? Вот расскажите нам любимую точку города нашего. Ну, я бы не сказала, что какая-то любимая. У меня город весь любимый. Ну, люблю ходить, отдыхать. Вот сейчас аллея мне очень нравится, которая идет к администрации. Сюда где-то можно посидеть. Зимой тоже очень красиво. Идешь, как говорится, вини, фонари горят. Это же красота такая. Так что любимых мест много, я так скажу. Конкретно сказать сложно, да? Нет, конкретно не могу сказать. Но в любом случае, сегодня мы должны будем конкретно определить третьего победителя в нашем рейтинге «Семь чудес и милиственниц». Вот вы бы за что свой голос отдали? За вокзал. Вернее, не отдали бы, а я его засчитаю. Вокзал. За вокзал. Да. Почему? Ну, такого вокзала, как, наверное, и в мире-то нету, как у нас, как говорится. Но я даже еще даю голос за то, что я еще старый вокзал люблю, любила. Это же как память о старом вокзале даже, можно сказать. Он такой был теплый, домашний какой-то всегда. Я до сих пор помню даже его пол неровный, как говорится, в этом вокзале. Вот. А сейчас же вокзал-то шикарный. Наверное, стоит тогда поставить двойной голос. Я слетаю самолетами. Двойной голос за старый вокзал и за новый вокзал, да? Будем считать так. Потому как действительно... Вот Силья за вокзал, да, за ЖД вокзал. Он сейчас необычный, конечно, и красивый внутри, и все. Ну, от старого, как бы, воспоминания остались хорошие. Наша молодость, как это была, уезжали, приезжали. Альбина, ну, и, наверное, конечно, хочется услышать от вас слова пожеланий всем лабутнанцам. Ну, давайте я прочту. Стихотворение. Альбина Владимировна. Сейчас, сейчас. Я желаю вам любить город наш красивый, ведь дальнейшее нам здесь жить. Он у нас счастливый. Так что вот пожелания лабутнанцам. Ну, если город счастливый, то значит все жители его тоже счастливые люди. Мы с вами в том числе. Мне кажется, здесь можно сказать, что все довольны, что живут в этом городе. Я недовольна, их очень мало встречала. Я думаю, что так оно и есть. Действительно, все, кто живет в нашем городе, все любят его. И, конечно, счастливы, что они здесь живут. Мы благодарим вас за звонок. Пробуйте еще дозваниваться к нам для того, чтобы принять участие в нашей викторине. До свидания. До свидания. Ну что ж, друзья мои, ждем также ваших звонков. Напоминаю, что телефон нашего прямого эфира 2-15-54. И не забывайте оставлять свои голоса и комментарии к ним на форуме нашего сайта. Ну что ж, я еще зачитаю несколько вариантов ответа и комментарии к ним. Андрей Сергеевич пишет, что он отдает свой голос за причал, потому что удобно наблюдать за ледоходом и перебираться в Салихард. Ну тут уже с практичной точки зрения, да. Олег Семенов отдает свой голос за вокзал, потому что красивый и оригинальный. Сергей Юрьевич Фоминых за вокзал побывал везде, но лучше нашего вокзала нет. Ну я, пожалуй, соглашусь, думаю, вы тоже. Юлия, вокзал и никак иначе удивительное архитектурное сооружение. Ну, будем надеяться, что все-таки голоса за причал тоже будут поступать. Сейчас я буду отслеживать их на форуме нашего сайта. Ну что ж, а пока я передаю слово Татьяне Поповой. Итак, хотелось бы сказать, что звонок у нас уже есть, и нас практически не обвинили, но укорили в том, что звонящие в викторину не принимают участие в голосовании. Поэтому первое, что я спрошу у первого участника сегодняшней викторины, это за кого же он отдает свой голос. Алло, здравствуйте. За обской причал. За обской причал. Голосует у нас кто? Николай Лазовский. Николай Лазовский. Это вчерашний участник викторины? Да. Николай, ну вам просто везет. Вы вчера дважды дозвонились до прямого эфира. Сегодня среди первых участников викторины. Раскройте секрет, как получается у вас это? Я хочу выиграть плазму. Вот так вот упорно Николай идет к победе. Открою секрет, он сегодня приходил за футболкой с кружкой. Примерили вам? Подошло по размеру? Да. Обновочка. Я надеюсь, это скрасило ваше положение. И сегодня, несмотря ни на что, вы все-таки станете участником гонки за плазмой. Ну что ж, приступим. Николай, вы знаете правила игры, поэтому можете выбирать сектор. Первый. Первый сектор. Не поделитесь секретом, что, почему именно первый? Потому что там один вопрос. Всего один вопрос. И вы надеетесь, что вам удастся его разрешить. Я напоминаю вам, что ответ на этот вопрос спрятан вот здесь в коробочке. Итак, Николай, в коробку я сегодня положила кишку. Принадлежит она замужней женщине. Внутри кишки ветка березы или тольника. Снаружи ее покрывает ситец. Чем старше хозяйка, тем тоньше кишка. И тем ниже тот предмет, внутри которого она находится. Вещь эта неприкосновенна. Во времена, когда в коме деревни бурлила жизнь, мужчин, которые смели прикоснуться к этому, наказывали серьезным денежным штрафом. Как вы думаете, что сегодня спрятано в коробке? А вариантов ответа нету? Конечно, нет. Потому что вопрос только один, и на него должен поступить совершенно четкий, конкретный ответ. Давайте попробуем порассуждать вместе. Хотя бы какие-то предположения есть, о чем я могла бы вам говорить? Николай, не теряйтесь. Это кишка животного? Ну, это мы уже с вами будем играть в да и нет. Давайте попробую вас навести вот таким образом на мысль. По крайней мере, о каком северном народе идет речь? Вот что вы поняли из моего вопроса? Ненцы. А почему немцы? Почему вы такой вывод сделали? Потому что они являются коренным народом. Ну, речь-то шла о коми-деревне ведь. Поэтому кого мы можем еще сюда причислить? Коми-зверей. Коми-зверей тоже посчитаем. Ну, вообще, конечно, о коми-зырянах речь идет. И в частности, о женщинах. Так вот, что бы вы могли сказать, чем отличаются женщины-коми-зырянки от всех остальных? Вы их встречали в городе? Да. Как представляется вам женщина? На голове как окошник. Так. И что же вот отличает ее в этом образе? О чем могла идти речь в моем вопросе? Я могу сказать, что вы практически уже вот разгадали все. Вы, может быть, даже и назвали правильный ответ, но... Николай, вопрос. Последний раз задаю. Что лежит в коробке? Кокошник женщины. Кокошник женщины. Совершенно верно. Давайте продемонстрирую вам, чтобы вы не сомневались, и телезрители тоже. Это действительно кокошник. А вот посмотрите, какая внутри штучка. Вот это называется кишка. Она фиксирует кокошник, на который потом повязывают платок, да, если вы видели. И вот в таком положении вот этот головной убор держится на голове. Чем моложе девушка, тем выше кокошник. С возрастом кокошник должен становиться чуть меньше. Это вот того требует правило приличия. Ну что ж, Николай, вы угадали. Не без моей помощи, но тем не менее я все-таки уверена, что вы заслуженно сегодня включаетесь в гонку за плазмой, потому что вчера вы отвечали гораздо уверенней. Кроме того, я дарю вам вот такой замечательный диск с фильмом о городе Лабутнанге, посвященный 145-летию. Это праздничный диск. Еще раз мои поздравления. Спасибо. До свидания. У нас есть еще время поиграть. Дозванивайтесь. Сегодня мы начали с первого сектора. Я напомню, что ни разу за предыдущие эфиры не играл сектор номер два. Я не настаиваю, но было бы, по крайней мере, интересно узнать, что там скрывается. И у нас есть еще один участник. Колло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Альбина Владимировна. Альбина Владимировна. Я до вас сегодня ель дозвонилась. Ну, тем не менее, вам это удалось. Да. Вы за кого проголосовали? Я за вокзал. Вы за вокзал. Я просто еще раз уточню, мало ли вы передумали. Альбина Владимировна, ну а с сектором, в котором будем играть, определились уже? Определилась. Меня очень интересует второй сектор. Все-таки. Два дня уже играем, но два сапога пара, никто не рискнул. Не рискнул. В принципе, я могу и не отгадать, мне просто интересно, что же там такой за вопрос. Уважаю я рисковых людей, Альбина Владимировна. По крайней мере, действительно, все узнают, что же там скрывается. Два сапога пара. В первом выпуске наших эфиров я рассказывала, что в этом секторе идет речь о лабытнамцах, которые так или иначе ассоциируются у нас друг с другом. Это могут быть родственники, это могут быть известные мужья и жены, это могут быть друзья, в конце концов. Но я приоткрою вам завесу тайны. Сегодня мы будем играть с мужьями и женами. Может быть, это облегчит вашу задачу. Готовы слушать? Ну, послушаем. Давайте попробуем угадать первую пару. Он верный супруг, но при этом имеет непосредственное отношение к беременности огромного количества женщин нашего города. После того, как младенцы этих женщин появляются на свет, он с ними расстается, и тогда заботу об этих детях берет на себя она. И все это, несмотря на то, что когда-то она мечтала быть дрессировщицей обезьян, а он автомехаником. Ну, у меня вариант только банкиров. В роддоме работал. Может быть, подсказка, я вам еще раз зачитаю, да? Или Сафронов. Вспомните задание, здесь речь идет о двух людях, то есть это должны быть, как я вам сказал, муж и жена, да. Поэтому вот вторая часть-то про нее, что мы узнали? Да, мы узнали, что она хотела стать дрессировщицей обезьян. Ну, это вы запомнили, дрессировщица обезьян. Вряд ли она об этом кому-то рассказывает, кроме лавытнамского телевидения. Да. А вообще, да, после того, как младенцы этих женщин появляются на свет, он с ними расстается, а она берет на себя функцию заботиться о них. Ну, и мужчин, гинекологов, я знаю только Бакирова и Сафронова. Сафронов, да. Ну, к сожалению, это неправильный вариант ответа. Вообще, речь идет о Сергея Александровича Сухорукове и его супруге. Сухоруков, я перепутала. Перепутала, точно, Сухоруков. Он действительно акушер-гинеколог, а она заведующая детской поликлиникой. Ну, что ж, Альбина Владимировна, тем не менее, вам огромное спасибо за смелость, ведь вы рискнули и, наконец-то, открыли для нас второй сектор. Может, другие будут рисковать. Спасибо вам огромное, всего доброго, и хорошего вам настроения. И у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, очень приятно. Вы пытались уже выиграть призы в нашей викторине? Да, вчера, но не получилось. У меня три на четыре я играла. Фотоконкурс не поддался вам вчера. И скажите, сегодня останетесь верной тому же сектору или попробуете сыграть в другой? Ну, я хочу все-таки добить. Добить все-таки. В три на четыре сыграем? Да. Пока режиссер готовит нам задание, я спрошу у вас, за кого отдали свой голос вы? За железнодорожный вокзал или причал? Я за вокзал отдала свой голос. За вокзал. То есть причал не участвует, собственно, в гонке сегодня, я так понимаю, по огромному количеству отзывов в поддержку вокзала? Ну, почему не участвует? Участвует. Ну, все-таки просто вокзал такая достопримечательность города. Я считаю, что голос, ну, отдаю его. Ну, понятно. В общем, не буду я вас мучить. Проголосовали, это ваш выбор. Итак, а у нас готово первое задание. Татьяна, внимание на экран. Я напоминаю, что первое фото – это современный город Лабытнанге. Так. Это доска Юрия Гагарина на почте. Совершенно верно. Посмотрим правильный ответ. Это действительно здание почты, мемориальная доска первому космонавту Юрию Гагарину. Ну что ж, с легкостью вы сегодня перешагнули на вторую ступеньку. Посмотрим фото из истории города Лабытнанге. Ой, у меня такой маленький телевизор, очень плохо видно. Подходите ближе. Я вам подскажу, что это перекресток двух улиц. И нужно назвать этот самый перекресток. Так. Задание сложное. Тут если только логически, потому что вспомнить, ну, при желании, конечно, можно. Но это ближе, чем вам кажется. Ну, я так думаю, это район 101-го, наверное. Это даже ближе. У меня изображение плохо видно. Да, Татьяна, ну, поскольку у вас плохо видно, я сделаю вам маленькую поблажку и дам вторую фотографию этого места в качестве подсказки. Пожалуйста. Вот чуть-чуть сместились мы. Так, ну, тоже плохо видно. Ну, Ленина пусть будет, Гагарина, Ленина. Так, нам нужно назвать перекресток улиц. Какие улицы здесь друг с другом встречаются? Первомайская и Ленина. Первомайская и Ленина? Ну, я говорю, мне плохо очень видно, я поэтому не могу назвать конкретно. Ну, как же вы выбрали-то этот сектор, если плохо показывает лабутантская тема? Ну, я сегодня не из дома звоню с работы, здесь качество плохое. Ясно. Но, к сожалению, и в этот раз 3 на 4 не поддается вам, потому что это перекресток улицы Гагарина и Октябрьский. Верните, пожалуйста, первый снимок. Хочется показать вот улица Гагарина. Здесь сейчас располагается магазин Бригантина. И вот этой дороги уже нет, потому что здесь у нас пешеходная дорожка. Ну, по традиции посмотрим два последних снимка. Ну, давайте, да, посмотрим. Давайте посмотрим известного человека, чьи это глаза. Так. Ну, чечка? Нет, это Любовь Григорьевна Хоруненко. А-а-а. Бывший заместитель главы администрации. Женщина, которая очень много сделала для жителей города Лабытнанги. Ну, и последний снимок, заставка программы. Время местное. Очень веселое время местное с цветами. На самом деле, это программа поздравлений. Ну, что ж, сегодня, видимо, Татьяна, не ваш вечер. Дело в том, что у вас линия идет, вот это голосование, и за нее ничего не видно. Да, что ж такое-то. Танюш, ну, я вам, как тезке, пожелаю дозвониться сегодня еще раз и попытать удачи в другом секторе. Не расстраивайтесь, тем не менее, мы ждем вас. Ну, если не сегодня, то в следующих эфирах точно. Обязательно. Итак, три голоса из викторины ушли за железнодорожный вокзал. Как будет разворачиваться голосование дальше, мы узнаем чуть позже. Ну, а пока я передаю слово своим коллегам. Диодная техника в наличии и под заказ. Ленты, лампы, блоки питания, контроллеры и многое другое. Высокая надежность, низкие эксплуатационные расходы. Экономь и зарабатывай. Лабытнанский торговый дом. Улица Гагарина, 20. Телефон 2-38-43. Лабытнанский торговый дом поздравляет всех жителей с юбилеем города. Мы работаем, чтобы радовать вас. Ну, что ж, права Татьяна Бабова была, когда сказала, что действительно, пока у нас в лидерах железнодорожный вокзал. Действительно, за это чудо пока наибольшее количество голосов. Но, кто знает, у нас впереди еще достаточно времени для того, чтобы ситуация могла измениться. Ну, и пока зачитаю все-таки, какие голоса и какие комментарии к ним еще приходят, поступают. Виктор, вот, все-таки отдает свой голос за причал, потому что считает, что, не считает, а пишет, причал это просто связь со столицей. Ольга, за вокзал, когда возвращаешься домой, первые эмоции возникают при виде вокзала. Тут уже эмоциональная составляющая идет и ассоциация с нашим городом. Игорь отдает голос за причал, потому что это бывшее место работы мое. Ну, вот, как-то так. Все-таки, да, вот, поступают мне еще голоса. Их я зачитаю немножко позже. Дело в том, что, вот, кстати, железнодорожный вокзал и причал, это вообще самые часто встречающиеся объекты в рисунках детей. И это символично. Так же символично, как и то, что сейчас с нами на связи человек, который видел много вокзалов и причалов, как и в России, как и за границей. И есть чем сравнить. С нами на связи Натали Катерлин, некогда жительница нашего города, ныне жительница столицы. Композитор и певица, а с недавнего времени еще и участница музыкального ток-шоу, который в сентябре стартовал на канале «Россия-1» под названием «Хит». В данном проекте участники соревнуются в создании песен для звезд. Так вот, песня «Нашей землячки» Натали Катерлин вышла в полуфинал. Алло, Москва, как слышите нас? Добрый вечер, хорошо слышим. Натали, прежде чем мы поговорим о ваших творческих успехах, хочется узнать ваше мнение относительно наших номинантов. Вы только за что отдали свой голос? За вокзал или за пуской причал? Я отдаю голос за железнодорожный вокзал, потому что я помню, когда я окончила школу, именно с этого вокзала завершилась моя жизнь, тот отрезок жизни, который я прожила в городе. И для меня это место очень символично. Действительно, кто помнит старую подстройку вокзала, я думаю, таких много. Ее нельзя сравнить с тем, что сейчас находится на этом месте. Поэтому я отдаю голос за железнодорожный вокзал. Я его уже засчитала, и вокзал у нас все-таки так и остается пока в лидерах. Скажите честно, скучаете по нашему городу? Вы знаете, уже 7 лет я живу в Москве, и с каждым годом как-то все меньше и меньше хочется возвращаться, конечно. Но все равно, каждый год я приезжаю в родной город к родителям, обязательно навещаю друзей, родных, кто там остался. И, конечно, ностальгия есть. Ну и, наверное, все-таки хочется узнать о конкурсе. Что за песню вы представили? На этот конкурс я отслала авторскую песню, кстати. Писала я ее, когда была на каникулах как раз в городе Лубитнанге. Вот видите, как... Что? Город навевает музу. Музу, да? Да, да. Я как понимаю, в нашем городе вас посетила. Очень много песен было написано там, в городе Лубитнанге. Когда приезжаешь, какие-то мысли, да, появляются, вот, видимо, родные стены помогают. Так вот, навещайте, чаще нас навещайте. Буду, буду, приглашайте почаще. Ну и, конечно, хочется... На самом деле, хочу вас немножко поправить, потому что в полуфинал я еще не прошла. Я вошла только в трикатку отобранных песен из 17 тысяч заявок. И скоро будет передача, где как раз мы узнаем, вошла ли моя песня в финал, в полуфинал, либо нет. Ну, я думаю, что моя оговорка все-таки сделает свое дело, да, окажется пророческой. Ну, будем надеяться, что она, да, будет пророческой. С силой мысли все-таки, да, и вашими стараниями все получится. Ну и, конечно, хотелось бы услышать от вас песню. Знаете, я спою песню, как раз вот она связана и с городом, и с вокзалом. Это единственное, что я помню, мы пели ее еще в студии Элвис, песню про город Лабыц-Нанги. Как символично про поезда песня, лирическая такая песня, очень вот прям сегодня в тему нашего эфира, потому что сегодня мы как раз-таки говорим о творчестве. Натали, огромное спасибо, что вышли с нами на связь. Спасибо, что вы все еще с нами все-таки душой и мыслями. Мы желаем вам удачи и успеха, и, конечно, победы. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что жители Лабыц-Нанги помогут мне в голосовании, которое будет проходить на проекте, и моя песня с вашей помощью. Снова, агарство в лидерах. Спасибо большое. Мы будем за вас болеть и, конечно, гордимся вами. Спасибо большое. Напоминаю, что с нами на связи была Наталика Терлин. Ну что ж, вот такое лирическое продолжение, я думаю, необходимо для того, чтобы мы переключились на гостиную, потому как Андрей Симоненко уже готов встретить гостей и продолжить творческую тему нашего эфира. Да, я уже заждался, наконец-то мне дали слово. Я напоминаю, что у меня в гостиной сегодня победители конкурса Лабыц-Нанги в красках. И вот непосредственно рядом со мной Данила Бабырь, ему 7 лет, и его мама Светлана. Ну-ка, расскажи, что у тебя было нарисовано на твоем рисунке, почему он так понравился посетителям сайта, почему за него проголосовали? Я его вообще рисовал в садике, мне Ольга Александровна помогла. Ольга Александровна, а фамилия Ольги Александровны? Коноплева. Коноплева. Коноплева Ольга Александровна помогала, так. Она мне подсказала, чтобы я нарезал листики, и чтобы я их приклеил. Я потом их приклеил, и она мне помогла нарисовать горы. То есть это у тебя был такой сложный рисунок с аппликацией, да? Да. А второй рисунок я нарисовал сам. Что на нем было нарисовано? Тундра. Тундра? Конкретно деревья? Да. Деревни? А что еще? Какие деревья ты нарисовал? Березы. Березы? А еще какие у нас есть деревья, которые ты нарисовал? Листики. Лабутнанки как переводятся? Листики. Семилистики. О, лестницы, наверное, нарисовал, да? И ели. Какие ты краски больше всего любишь использовать в своих рисунках? Красный, желтый, зеленый и синий. Скажите, мама Светлана, это серьезное увлечение рисунком, Данила? Вообще, да, он очень любит рисовать. В детстве он, когда маленький был, он не совсем хорошо рисовал. Когда в садик пошел уже, наверное, во вторую группу, когда перешел, у него вот эти вот навыки начали развиваться. И вот он такие замечательные рисунки нарисовал, я была в восторге. Вообще, кроме природы и города Лабутнанги, что еще любит рисовать, Данила? Ну, машинки, человечков любит рисовать. Машинки, человечков? Какие машинки? Простите, хочу узнать. Какие больше вам симпатичны? Тачки? Какие там еще бывают? Форд. Форд. Легковой, грузовой? Легковой. Замечательно. Скажите, вообще, откуда вы узнали о конкурсе? Вообще, из лабутнанского сайта. Лабутнанги. Я часто посетитель, постоянно захожу, смотрю новости, и там мы увидели вот этот конкурс. Вот, на что сразу возник такой вопрос сыну, а не хочет ли он поучаствовать. Сразу согласился? Да, он даже, мы немножко были заняты, и он даже каждый день нам, мама, пойдем отнесем, пойдем отнесем. Вот мы сели с братиком, с младшим, с папой и поехали, отдали рисунки. А следили за ходом голосования на сайте? Да, вы знаете, он каждый божий день подходил, мама, давай посмотрим, мама, давай посмотрим, на каком я месте. Вот, когда мы уже начали лидировать, уже набрали 18 голосов, он был вообще незабываемо счастлив. Ну, это, наверное, теперь хорошо проработанная почва для участия в остальных, в других конкурсах, да? Теперь есть опыт? Ну, да, наверное. Ну, что ж, хочется узнать, как и у всех остальных гостей, что сегодня победить в зрительском голосовании? Обской причал или все-таки железнодорожный вокзал? Какой из этих двух объектов, на ваш взгляд? Наверное, ЖД вокзал, потому что я очень часто слышала, что такого вокзала, как у нас, нигде нет. Ну, согласен с вами. А Даниил, как думает? Что больше нравится, Обской причал, где широкая-широкая река, корабли, краны или все-таки железнодорожный вокзал, где паровозы и вагоны? Железнодорожный вокзал. Ну, хорошо. Видимо, просматривается тенденция, что сегодня голосование в зрительском победит. Ну, что ж, благодарю вас за участие в нашем конкурсе. Спасибо, что пришли к нам на наш прямой эфир. От магазина «Фея» ваш приз. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. А сейчас я предлагаю посмотреть еще раз таблицу победителей. Наибольшее количество оценок получили работы Даниила Бабыря. Его родная река Обь и «Наша природа» набрали 18 и 16 оценок соответственно. На втором месте Анна Мельникова с двумя одноименными рисунками с днем рождения Лабутнанги. 17 и 16 оценок поставили посетители сайта «За творчество девочки». Замыкает тройку лидеров работа «Лабутнанги-145» автора Валерия Янчогла. Ниже строчкой – Анна Видова с 11 оценками и с рисунком у истоков города. Далее с твердой десяткой – «В дальний путь». Именно так называется творение Елизаветы Холяндры. Следующие строчки призеров конкурса занимает Анна Мюлленберг. Три ее рисунка набрали по 7 и 8 оценок. Также в великолепную семерку вошла Татьяна Мячина со своими ямальскими просторами. Двухлетний Влад Кузнецов, собравший в свой адрес много теплых слов, стал обладателем приза зрительских симпатий. Всех победителей пригласить к нам в студию мы, конечно же, не смогли. Но, тем не менее, человека, который занял второе место, твердое второе место, мы пригласили. Это Анна Мельникова, ей 6 лет. И мама Ирина. Здравствуйте. Ну, скажите, наверное, все-таки барышня должна хорошо рисовать, да? Да. Почему? Потому что я всегда дарю рисунки. Даже так? Угу. А этот рисунок подарили жителям города Юлоботнанги, который занял второе место. Расскажите историю, как вы его рисовали. Что стало идеей для этого рисунка? Что на нем изображено? На нем изображено. Вот я видела вот свой рисунок, поиск там, еще там, еще один рисунок. Я видела там фотографии свои, и еще я видела там... Что-то очень интересное. Кто помогал рисовать? Рисовать? Мама. Мама? А кто больше внес свою лепту? Кто больше рисовал там, мамы или ты? Мы вместе. Вместе? Замечательно. Скажите, что вас подвигло участвовать в конкурсе Лоботнанги в красках? Ну, это было объявление у нас в садике. И мы решили принять с ребенком участие. Наши рисунки выбирали из всех, кто в садике рисовал. Наши выбрали и решили отправиться на ЛТВ. Когда только собирались еще рисовать, каким образом выбирали тему? Анютка предложила нарисовать поезд. Моя идея была нарисовать разные достопримечательности города. А так решили мы еще нарисовать природу нашу. Четыре сезона. И вот, соединив все вместе, получили... Замечательно. К слову, о достопримечательностях. Сегодня мы выбираем, что станет одним из чудес семилиственниц. Обской причал или железнодорожный вокзал. Как вы думаете? Ну, наверное, соглашусь со всеми, кто уже был здесь, что это ЖД вокзал. Он, на самом деле, является, наверное, один-единственный такой. А на вам, как кажется, что победит? Обской причал, где красивая разлившаяся река? Или все-таки железнодорожный вокзал, где железные рельсы? И много-много людей. Что? Что победит? Вокзал. Вокзал? Вокзал. Вокзал все-таки. Мы любим путешествовать, поэтому вокзал. Путешествие вы заметили на отличие нашего вокзала от всех остальных? Да. Ну что ж, я вам вручаю подарок, который предоставил нам магазин Фея. Ну и, конечно же, чтобы вы пожелали, чтобы и остальные телезрители как можно чаще участвовали в конкурсах «Лапнавская телевидение». Ну, да, чтобы… призываю, наверное, так сказать, что участвуйте, выигрывайте и будьте всегда активными. Это несложно и не страшно. Да, несложно и не страшно. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли к нам на наш прямой эфир. Я передаю слово Татьяне Поповой. Спасибо, Андрей. Я с удовольствием поздравляю всех победителей всех конкурсов и акций, объявленных Лапнавским телевидением к дню рождения любимого города. Ну и с удовольствием даю возможность остальным нашим телезрителям оказаться в числе таковых. У меня есть уже еще один дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Юлия. Юлия, очень приятно вас слышать. Традиционный для сегодняшнего эфира вопрос. За что голосуете вы? Вокзал? Причал? За наш вокзал. За наш вокзал. Ну, почему, спрашивать не буду. Сегодня, я думаю, достаточно мнений прозвучало в поддержку этого кандидата. А вот в каком секторе вы хотите сегодня сыграть? Спрошу. Вы знаете, мы не видели сегодня еще в викторину, потом подскажите. Я вам подскажу. Верхний ряд сыграл полностью. Телезрители сегодня играли по порядку. Первый, второй, третий сектора уже закрыты. Поэтому остается на выбор четвертый, пятый, шестой или седьмой. Если нужно, я напомню их тематику. Пожалуйста. Пожалуйста. Четвертый сектор четверостишье. Пятый сектор на отлично решаем тест. Шестой играем верю-не верю. И седьмой вопрос единственный, но очень сложный, потому что называется он седьмой континент. И географии ответов очень обширны. Давайте, наверное, пятый. Пятый сыграем. Попробуем получить отлично по знанию истории родного города и родного края. Я вам желаю только отличной оценки. Первый вопрос звучит так. Пятого сентября в Лабытнангах торжественно открыли аллею славы. На ней расположены бронемашина и камень с памятной надписью. Какой именно? Предлагаю вам несколько вариантов ответов. Никто не забыт, ничто не забыто. Памяти павших будьте достойны. Нет выше чести, чем служить отчизне. Поклонимся великим тем годам. И пятый вариант. Они сражались за родину. Много вариантов. Целых пять. Если не трудно, можно еще раз. Конечно, не трудно и можно. Первый вариант. Никто не забыт, ничто не забыто. Вариант номер два. Памяти павших будьте достойны. Вариант номер три. Нет выше чести, чем служить отчизне. Вариант номер четыре. Поклонимся великим тем годам. Вариант номер пять. Они сражались за родину. Ой, как сложно. Сложно? Вы еще не были на новой аллее? Нет, честно не была, потому что... Давайте попробуем методом исключения. Какие варианты, на ваш взгляд, точные, не могут располагаться, не могут служить надписью на памятном камне? Вот первый еще раз. Что-то, видимо, с памятью после отпуска. Так, давайте я еще раз вам зачитаю вопрос. Давайте, будете по порядку. Вопрос. Пятого сентября, то есть на прошлой неделе, да? В Лабытнангах торжественно открыли аллею славы. Подскажу, она посвящена воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов. Ну, давайте, вот, первого я буду отметать. Да, давайте. Может или не может? Никто не забыт, ничто не забыто. Я думаю, что нет. Нет. Это ветеранам Великой Отечественной войны. Второй. Памяти павших будьте достойны. Ну, навряд ли, навряд ли. Третий. Нет выше чести, чем служить отчизне. Ну, вот это вот, вот, вот сильно склоняюсь к этому варианту. Четвертый. Поклонимся великим тем годам. Это тоже касаемо Великой Отечественной войны. Пятый. Они сражались за Родину. Это тоже. Вот давайте на третьем основе. Нет выше чести, чем служить отчизне. Из третьего раза мы с вами приходим к правильному варианту ответа. Надеюсь, что дальше будет легче. Вопрос номер два. Известный ямальский поэт и писатель Леонид Васильевич Лапцуй по профессии был учителем, медиком, строителем или журналистом? Лапцуй. Это Салихардское училище он окончил в 1954 году. И она ему совершенно не мешала писать его замечательные стихи. Так, ну, имени Лапцуй у нас, по-моему, культуры. Или сейчас они там объединены? Да, сейчас многопрофильный, Салихардский многопрофильный колледж. Он объединяет себе все направления. Да, что ж такие вопросы. Я стараюсь подсказывать, да. Ну, вообще, людей этой профессии редко считают. Так, ну, значит, не журналист однозначно, раз профессия не мешала. А еще раз, какие варианты? Учителем, медиком, строителем или журналистом. Так, ну, или строителем, или медиком, я думаю. Ну, давайте медиком. Ну, давайте медиком. Опять-таки, с моей помощью. Давайте договоримся, что в третьем варианте подсказывать не буду. А что, правильно? Ну, конечно, правильно. Третий вопрос. Дайте буквальный перевод слову «ненец». Северный человек, хороший человек, настоящий человек или храбрый человек? Господи. Ну, у немцев главного бога зовут «нум», по-моему, поэтому он «нум». Три, два, один. Ну, еще раз скажите мне варианты, какие там были. Храбрый. Северный человек, хороший человек, настоящий человек, храбрый человек. Ну, или храбрый, или, наверное, северный. А может быть, хороший или настоящий? Это, конечно, загадка загадок и вопрос вопросов. И, тем не менее, это третий вопрос, на который вы отвечаете. Ну, пусть будет храбрым. Пусть будет храбрым этот настоящий человек. В дословном переводе «ненец» – это настоящий человек. Ну, увы и ах, мы с вами вместе добрались до третьего вопроса. Приз не получаете. Разгадаем последние два? Давайте. Давайте. Ради интереса. Ради интереса. Самая высокая гора Полярного Урала. Ой, ну, я кроме как Раис ничего не знаю. Раис, Пайер, Ханмей или Константинов Камень? Вот я кроме как Раис ничего не знаю. Поэтому... Я вам скажу, что высота Раис 1097 метров, Константинов Камень 483 метра, река, о, река, говорю, гора Ханмей 1333 метра, а самая высокая гора, самая высокая точка Полярного Урала Пайер составляет 1499 метров. Запоминайте, может быть, эти знания вам пригодятся. Ну, надеюсь. Ну и давайте попробуем разгадать вопрос из истории ЛТВ. До 2005 года на Лабутанском телевидении существовала программа, в которой звучали стихи и поздравления в адрес именинников и юбиляров. Вспомните, как она называлась. Если бы вы смотрели первую часть эфира, вы бы знали ответ на этот вопрос однозначно, потому что мы сегодня показывали заставку этой программы. Называлась она просто «Поздравление». Спасибо вам огромное за то, что вы попытали удачу, не постеснялись рискнуть, надеюсь, узнали много нового интересного и обязательно это запомнили. Перезвоните нам в следующий раз. И у нас есть еще один человек, который сыграет сегодня со мной в праздничную викторину. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Катя. Катюшенька, времени у нас не так уж много, поэтому быстро выбираем сектор. Не первый, не второй, не третий, не пятый. То есть четвертый, шестой. Какой? Шестой. Шестой. Играем «Верю-не верю». Я вас путаю, а вы не поддаетесь на мои провокации. Правда ли, что селькупы заготавливали на зиму муку из сушеной рыбы? Повторите еще раз. Правда ли, что селькупы заготавливали на зиму муку из сушеной рыбы? Нет. Неправда. Игра на этом заканчивается, потому что это правда. Называлась такая мука порцы. Получалась она после измельчения толокушкой сушеной мелкой рыбы вместе с костями. Ей кормили, ну и сами кормились, но в основном кормили собак, вернее, ездовых и промысловых собак. Игра. Дальше узнаем правильный ответ или неинтересно? Да. Узнаем. Ну давайте попробуем. Правда ли, что городская газета «Вестник Заполярье» изначально называлась «Заполярные ведомости»? Нет. Нет, неправда. Это совершенно верно. Правда ли, что в 1968 году дела лесобазы шли настолько хорошо, что ее работники сплавили по реке 1 миллион 172 тысячи кубометров леса? Да. Правда. Совершенно верно. Это был максимальный показатель за всю историю существования предприятия. Катюш, правда ли, что в пантохолене, кроме полезных микроэлементов, аминокислот, фосфолипидов, стероидов и холестерина, содержится еще и ртуть? Нет. Неправда. Совершенно верно. Хотя вот там можно встретить никель, титан, марганец, олова, барий и даже свинец. Правда ли, что Лабытнанге – первый город Ямал-Нейнского автономного округа, который принял свой устав? Нет. Правда. 24 января 1997 года получено свидетельство номер 1 окружного отдела юстиции. Запомните. Это очень важный факт в современной истории города Лабытнанге. Ну и последний вопрос. Наверное, вы с ним справитесь. Правда ли, что у ямальского Деда Мороза Ямал-Ири есть четвероногий друг – сибирская кошка Терри? Да. Нет, неправда, потому что Терри-то у него действительно есть, только это не кошка, это порода, ой, собака, вернее, порода сибирской хаски. Ее кличка в переводе с латинского означает «северная земля». Катюш, спасибо вам огромное. Благодаря вам в том числе сегодня наши телезрители узнали еще что-то новое из истории родного города и родного края. Я с вами на этом прощаюсь. Викторинная закрывает свою работу, но только до завтра. Завтра буду ждать правильных ответов. Читайте больше, узнавайте новое о родном городе. И удачи всем тем, кто вступил уже в гонку за главным призом нашей викторины – плазмой, предоставленной Лабытнанским торговым домом. Светодиодная техника в наличии и под заказ. Ленты, лампы, блоки питания, контроллеры и многое другое. Высокая надежность, низкие эксплуатационные расходы. Экономь и зарабатывай. Лабытнанский торговый дом. Улица Гагарина, 20. Телефон 2-38-43. Лабытнанский торговый дом поздравляет всех жителей с юбилеем города. Мы работаем, чтобы радовать вас. Ну что ж, дорогие друзья, колл-центр тоже уже завершает свою работу. Судя вот по этой стопке бланков с вашими голосами, с вашими комментариями, можно судить о высокой зрительской активности. И прежде чем все-таки объявить победителя, я зачитаю еще несколько комментариев. Альбина Костенко оставила свой голос за вокзал. В ее памяти он остался таким, каким был, одноэтажным, теплым и замечательным. Татьяна оставила свой голос тоже за вокзал. Это северная станция, это ворота Ямала. Наталья оставила свой голос также за вокзал, потому что ближе и потому что это красивая архитектурная постройка. Юлия оставила свой голос также за вокзал. Это визитная карточка нашего города. Екатерина Кузнецова голосует за вокзал, потому что там работала ее бабушка. Так, ну что, здесь тоже голоса за вокзал. Поэтому все-таки в этой чудесной гонке за лидером в рейтинге «Семь чудес и милистинец» безоговорочно и бесспорно побеждает железнодорожный вокзал. За это чудо вы, дорогие друзья, все-таки отдали большинство голосов в пользу нашего железнодорожного вокзала. Честно сказать, сама не могу определиться с победителем, но тем не менее, все-таки уже он есть. И поэтому, конечно же, свое мнение я тоже направляю в тот выбор, который сделали вы, дорогие друзья. Итак, все-таки третью позицию в рейтинге «Семь чудес и милистинец» занимает железнодорожный вокзал. Ура! Победителю фиксируем наше чудо в сводной таблице и смотрим сюжет о победителе. Как театр начинается с вешалки, так и город начинается с вокзала. Приезжая куда-либо, мы в первую очередь обращаем внимание на вокзал. Именно со знакомства с ним и складывается впечатление о городе в целом. К счастью, в отличие от других городов, в Лабытнангах вокзал отвечает всем требованиям и запросам пассажиров. Город Лабытнанги – конечный пункт северной железной дороги. Первый локомотив пришел сюда в 1948 году по железнодорожной ветке, построенной заключенными 501-й стройки. В свое время это был один из самых грандиозных проектов ГУЛАГа по идее самого Сталина. Советский Союз начинал освоение Ямальского полуострова. Железнодорожный узел здесь был необходим для развития западно-сибирского энергетического комплекса. Тогда же в конце 40-х было построено и первое здание станции. Деревянный вокзал был лишен удобного зала ожидания, справочной службы, комнаты матери и ребенка. С промышленным освоением Ямала потребность в новом здании стала нарастать. Старый вокзал с большим потоком пассажиров уже не справлялся. Долгожданный комплекс, отвечающий современным требованиям, самая крайняя станция Северной железной дороги получила в 2004 году. Новый вокзал открывали торжественно. Прибывший на мероприятие губернатор, а в то время им был Юрий Ньюлов, на организованном митинге в своем выступлении не расподчеркивал особую значимость происходящего события, говоря, что развитие железной дороги представляет собой исключительную важность для экономического развития автономии и для повышения качества всей работы железной дороги. В новом здании все сделано для удобства северян. Общая площадь современного комфортабельного здания превышает 30 тысяч квадратных метров. В двух просторных залах ожидания одновременно могут находиться около 200 человек. Например, Денис, вернувшись через много лет в Лабытнанге, был приятно удивлен произошедшими переменами. Два года назад была открыта вторая заключительная очередь железнодорожного терминала. Теперь в состав железнодорожного вокзала включен и комплекс, в котором находятся административные и технические службы. Наша железная дорога уникальна тем, что это единственная заполярная железная дорога, идущая из Европы в Азию. А Лабытнанский вокзал уникален тем, что не имеет аналогов в архитектурном плане. Он не похож ни на один вокзал России. Омские архитекторы спроектировали его в виде сегмента полярного круга, выступающего из-под земли. Городской вокзал стал достойным украшением города, а сам город Лабытнанге еще раз подтвердил свой статус ворота Ямала. Мы, барышни, пришли ко мне в гостиную. Сейчас мы обсудим, как прошел сегодняшний наш прямой эфир. У вас еще время есть для нескольких звонков буквально. Ну, напомню телефон 2-15-54. Да, все наизусть его выучили. Да, и судя по тому, как сегодня активно голосовали наши зрители, скажу, что сегодня, в общем-то, даже не было необходимости подсчитывать голоса, потому как большинство из них все-таки действительно было в пользу железнодорожного вокзала. А я с удовольствием... Вы согласитесь с выбором телезрителей, кстати? Невозможно спорить с телезрителями, мы просто права такого не имеем. Поэтому принимаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Даша. Саша? Саша. Даша. Дарья, вы под самый занавес дозвонились. Не расстроились, что не успели... Ну, не расстроились, потому что я хотела проголосовать за вокзал, но, в принципе, за меня это сделали уже, за телезрителей. Поэтому я еще проголосую, например, за вас, за телевизор. Ну, главное, что ваш кандидат все-таки победил, и, видимо, морально вы его все-таки поддерживали. Да, да. Долго пытались дозвониться? Ну, практически, в самом начале эфира второй день я звонил. Ну, что же. Я звонил, я звонил на занавесе. Дорогу осилит идущий, как известно. Поэтому завтра начинайте звонить немножко заранее. Тогда успеете и на раздачу слонов, то есть призов. Да, а можно передать привет, да, Кокорилу уже? Пожалуйста. Да, я бы хотела передать привет твоему папе и пожелать ему крепкого здоровья, и чтобы этот юбилейный год был для него, в общем-то, удачным, как и все последующие. Память-то люблю. Как зовут вашего папу? Василию Дмитриевичу. Василию Дмитриевичу огромный привет от дочери и от Лабутнанского телевидения. А мне вот интересно, может быть, юбилей папы совпадает с юбилеем нашего города? Ну, то, что папе не 145, это, наверное, одна. Нет, да, да, может быть, это ты уже будет 14. Спасибо большое, спасибо. Буду завтра звонить, пытаюсь выиграть. Обязательно звоните. Я недаром принесла с собой из викторинной коробочку с сюрпризом. Сейчас ты будешь примерять кокошки. Я хотела показать просто еще раз, почему мы решили этот сектор придумать. Мы сюда настоящие раритеты складываем. Вспомните игольницу, которая в первом прямом эфире. Этот кокошник тоже настоящая ручная работа, если бы вы его только видели. Он, ну, действительно уникальный по своей ценности. И мы благодарим за этот экспонат городской наш краеведческий музей. Безусловно. Поэтому вот как символ того, что игра продолжается, и у нас еще в запасе много сюрпризов. Я кокошник все-таки достаю, коробочку прикрываю. Не сомневайтесь, завтра здесь появится что-то новенькое, не менее, надеюсь, интересное. Ну, пусть не такое легкое, как, может быть, вам хотелось бы, но, тем не менее, согласитесь, что вот в этой викторине главное даже не призы, а тот багаж знаний, который мы получаем вместе с вами. Я узнавая, вернее, готовясь к викторине, узнавала что-то новое, и теперь с удовольствием этими знаниями делюсь с вами. Можно несколько слов о призах. Сегодня мы представили только троих победителей конкурса «Лабутнанги в красках». Всех остальных мы приглашаем завтра или в любое свободное время к нам на телецентр для того, чтобы получить ваши призы, которые предоставил нам магазин «Фея». А в субботу, в день празднования 145-летия на площади Городского дома культуры, на площади Владимира Нака, мы вручим призы участникам конкурса «145 в позитиве», участникам видео и фото конкурса. Поэтому все, кто принимал участие в этом замечательном конкурсе, мы обязательно хотим вас видеть там, на площади, среди празднующих, потому что вы в другом случае рискуете не получить свой законный приз. Ну и, конечно, не забывайте о том, что мы вот эту сувенирную, замечательную продукцию, диски с фильмом о городе, подготовленным Лабутнанским телевидением, книгу юбилейную «Семь ключей от семи лиственниц» вручаем самым эрудированным телезрителям Лабутнанского телевидения, которые в том числе будут претендовать на главный приз вектории. Ну а я, как оператор колл-центра, спешу напомнить, что всех участников, а также их работы вы можете еще раз увидеть, зайдя на сайт, на форум, поэтому милости просим, будьте активны также и посредством интернет-голосования, оставляйте свои комментарии, оставляйте свои эмоции, мнения, пожелания, поздравления, поэтому милости просим на сайт Лабутнанского телевидения. Коллеги, мы можем болтать и болтать, но пора заканчивать, в конце концов, новости рвутся в бой, но прежде чем мы закончим, скажу, обычно после наших прощаний сразу же идет заставка, но сегодня, учитывая тему нашего эфира Лабутнанги в красках, мы еще раз посмотрим на некоторые работы, присланные на конкурс, когда дети рисуют и поют, жизнь действительно приобретает яркие краски добра и любви. С праздником вас! Ждем вас завтра в 20.30 на канале ЛТВ. До свидания! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Моя Россия Моя Россия Мои друзья Моя Россия Моя Россия Моя Россия